Девушки отдыхают 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 вот так, то на самом деле, скорее всего, сейчас все закончится вот так вот. Вот знаете, я сейчас стою, вы, наверное, сидите и думаете, уже много времени прошло, а, собственно, все эти примеры можно найти в интернете. Как я именно изменю мир в 2020 году? Что именно я сделаю? А это уже происходит. В городе Томске в 2011 году появилась организация под названием «Странные люди, которые хотят видеть свой город чистым». Начиналось все вроде бы, ну, с такой, можно сказать, шалости, что ли, уборка мест. Причем мест, которые находятся в центре города в 10-15 шаговой доступности и на которые ни власть, никто не обращает внимания. Но уже в 2012 году мы поняли, что помимо уборки любое место должно жить. В любом месте должны появляться какие-то те самые мифы, это место должно оживать, чтобы люди хотели приходить туда снова и снова. И так появился проект «Аллея Гоголя». Вот эта фотография, которую вы сейчас можете видеть, она взята не с гугл-картинок, нет, это реальная фотография с одного из субботников, с площадки земли примерно 3 на 3 квадратных метра, мы собрали 70 шприцов. Все это происходит на переулке Плеханово, практически в центре города Томска, между улицами Гоголя и улицей Крылова с другой стороны. Поэтому проект и получил название «Аллея Гоголя». Здесь вы можете видеть, как выглядело это место до того, как мы туда пришли. Там была полуразвалившаяся стена бывшего военно-медицинского института, были заросли кустарников, под которыми были, ну, можно сказать, почти тонны мусора, потому что за несколько субботников мы убрали больше 300 мешков. Стена, причем длиной полкилометра, абсолютно неухоженная. В этом месте стихийно собирались наркоманы, алкоголики, бомжи. Ну, в общем, я думаю, любой из вас знает такое место. Любой видел, сталкивался, проходил мимо. После того, как мы подумали, что можно сделать с этим местом, первое, что нам пришло в голову, попробовать разрисовать стену так, чтобы как-то тематически ее преобразить, чтобы было интересно там ходить. Ну, помимо, то есть, субботников, помимо уборки. И так, Радио Сап, появились ряд изображений, стрит-арт на аллее Гоголя. Конечно, с этим были связаны какие-то проблемы, потому что постоянно что-то возникает, постоянно какие-то препоны, но, тем не менее, вот как раз, если мы будем вспоминать ту вторую концепцию утопии, про которую я говорил, о том, что место, которое вы хотите сделать, то главное хотеть, главное сделать так, чтобы не думать о том, что кто-то другой, вот вы, конечно, сидите дома на работе, ездите отдыхать, а кто-то другой встанет и пойдет сделать что-то за вас, чтобы вам жилось лучше. Нет. Это должен делать каждый из нас. Любой, кто хочет, чтобы там, где он жил, ему нравилось и ему было комфортно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...